Мы приобрели аквариум, установили декорации, залили воду, посадили растения, запустили рыбы, кулиток, чуть не забыл, еще поставили, установили оборудование и наслаждаемся красотой нашего аквариума. Но надо понимать, что аквариум это не только наше наслаждение, но и уборка, чистка, подмена воды, и вот мы смотрим на свой аквариум и понимаем, что ух ты, надо срочно вмешиваться и принимать меры по его чистке, уходу, стрижке и пересадке растений. Это канал Фломал, меня зовут Сергей, и здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными, и не только. Вот вы можете увидеть, как выглядел наш аквариум в начале, когда мы только все посадили, все запустили и наслаждались его красотой. Вот есть еще промежуточное фото. Хочу сразу сказать, что это видео не про то, как устанавливается биобаланс и начинают организмы заполнять ваш аквариум. Все это уже произошло в нашем аквариуме, он уже жив, здоров, в нем все прекрасно функционирует, работают два фильтра, компрессор, то есть все хорошо, все замечательно. Это видео именно про то, что аквариум требует, помимо всего, смену воды, чистку, стрижку, досаживание где-то растений и поправление всех декораций, так как в процессе его обслуживания и рыбки, и вы смотрите, так как в процессе вы смотрите и понимаете, что здесь что-то надо добавить, здесь надо что-то убавить, здесь растения переросли, надо их отрезать, а здесь наоборот подсадить, то есть все вот это вот в совокупности мы сейчас и проделываем с вами. С чего же мы начнем? Ну, во-первых, чтобы более подробно рассмотреть, что у нас происходит в аквариуме, начнем с самого явного и видного, это почистки стекол. Лучше всего это проделать скребочком, быстренько, все уберем на лед и рассмотрим все нюансы нашего аквариума. Вот, все отлично, теперь все видно, все прекрасно, все замечательно, ну как замечательно, замечательно видно, но то, что мы видим, далеко не замечательно. Обрастание, обрастание камней, обрастание коряг, также, что хочу отметить, прям вот если посмотреть, то видно, что растения среднего плана уже настолько разрослись и настолько выбились из своего, скажем, отведенного места, что они закрывают весь задний план, там уже взади ничего не видно и ничего не просматривается, так не должно быть, ну так не задумано нами. Что еще мы видим? Что растения, которые должны быть на заднем плане, переросли аж вперед, то есть они пустили стрелки, в лесной рек, к примеру, она пустила свои веточки, и они уже далеко вышли вперед, чуть ли не на самый передний план, соответственно, их тоже надо будет убрать. Что у нас еще здесь? Анубисы. Анубисы тоже вышли из своих пределов, они должны закрывать именно стыки камней, а не так, как вылазить на половину аквариума. Тоже вот они, вот они нюансы, которые портят вид, которые вы задумывали, и это надо срочно исправлять. Нельзя запускать такие моменты. Конечно, красиво, когда все растет, и не хочется вмешиваться, но это портит вашу картинку. Надо не жалея своих сил, нет, вернее, даже не жалея растений, все это будет нормально расти, это их не погубит, это просто мы делаем картинку красивой. Почистим коряжечки. Вот у нас есть прекрасный скребочек, которым щеточка металлическая, которой мы все чистим, счищаем, убираем. Также мы подстрижем Анубисы, это вполне легко и просто. Вот помучаемся немножко, например, с лимонником. Да, он жутко, во-первых, у него подгнили корни, вы видите, вот на видео, прям прекрасно заметно, что корни подгнили. Отстрижем, воткнем заново, сейчас мы все это проделаем. Вылесные, да, достаем, выкорчевываем, отсоединяем, переносим на тот задний план, на котором они должны быть. Где эти растения должны расти, где мы выделили для них место. Вот также смотрим листочки, которые крупные, мы их все отстрижем, уберем и будет уже вид намного просторнее. Мы уже видим то, что сзади у нас творится. Да, здесь много всяких разрастаний, все это мы уберем с подменой воды, почистим. На самом деле, я очень долго прыгаю вокруг этого аквариума, не заметил, что время уже прошло довольно-таки много. И на сегодня мы заканчиваем все здесь работы, я поменяю 15% воды и продолжу на следующий день. Очень быстро наступил следующий день. И вот, что мы настригли. Здесь еще присутствует растительность с 30-литрового аквариума, где мы тоже устраивали чистку и выстригали анубис. Видео вы про это можете посмотреть, перейдя по ссылке. Мы рассматриваем травку, прежде чем ее высадить обратно. Не обратно, а в те места, которые мы им отводили заранее. Ну, когда сажали, все. Все. Рассмотрим растения. Вот здесь есть какие-то обрастания, есть какие-то поврежденные. Все это мы оторвем и выбросим. Ну, или отстрижем, как нам удобней. Высаживаем, смотрим. Да, вот кустик, хорошо. Сажаем на место, там, где он должен быть. Все проверяем. Ага, вот тоже посадим. Сажаем лимонник. Сажаем в эллиснерию. В эллиснерии на задний план. Лимонник у нас идет чуть поближе. Он у нас будет закрывать декорацию. Он более широкий. Отлично закрывает. То есть, ну, своими листочками. Такой обширистый. В общем, нам это все нравится. Поправляем. Высаживаем анубисы. В стыке между камнями, чтобы закрыть их. Смотрится очень красиво. Ну, нам, по крайней мере, нравится. А так это дело вкуса. Кстати, что я хотел сказать. Вот этот вот камешек, который я тщательно так чищу, убираю, мою. На самом деле, он здесь нафиг не нужен. Потому что он был здесь положен, чтобы коряга не всплывала. Коряга уже давно не всплывает. Но, видно, по каким-то непонятным моим причинам, которые я привык к этому камню, он здесь нафиг не нужен. Мы его просто берем и выбрасываем из этого аквариума. А на его место сажаем мох. Вот он, приклеиваем его, клеим. Клею мы используем гель, чтобы он не растекался по коряшке. Его более удобно использовать. Сажаем еще вот здесь вот растенец. Вот уже картинка совсем другая. Камень, конечно, это вообще что-то. Как я мог забыть, что я его просто положил для утяжжения? Ну, все бывает у нас. Смотрим на свой аквариум со стороны. Да, многое мы уже здесь поправили. Многое подстригли. Но вот еще у нас есть один момент. Мы выбрали белый песочек, который засыпали. И это, конечно, нам отдается большими проблемами, скажем так. Попробуем его просифонить, убрать. Ничего у нас особо не получилось. Ну, что-то тут вот мы, да, немножко исправили. Будем думать, как это еще исправлять. Если у вас есть какие-то подсказки по этому поводу, мы ждем. Вот прям ждем. Потому что я не знаю, как избавляться от частиц, от этих гранул. Мы не знаем, как избавиться от этого. Блин, прям ждем. Если кто-то может подсказать в этом плане, мы были бы прям счастливы. И огромное спасибо бы сказали. Что у нас тут еще? Ну, вот водичку мы уже как бы слили, пока высаживали. Собираем мелкие частицы, которые разлетелись при чистке, стрижке и тому подобное. Заливаем воду, смотрим со стороны и понимаем, что многое нам, что еще здесь не нравится. Мне не нравится свет, мне не нравится вот песочек, с которым что-то надо будет думать. Растения очень блеклые. Мы будем думать, как это решить вопрос. Надо понимать, подмена воды. Теперь мы будем еще добавлять удобрения. Мы обязательно снимем про это видео. Не пропустите его на нашем канале. Скорее всего, поменяем свет. Потому что что-то мы уже его поменяли, но все равно что-то не так. Что-то не подходит нам. Ждем совета тоже по этому поводу, потому что неизвестно, что еще можно придумать. Вообще, надо понимать всю целостность аквариума. Не бойтесь что-то убрать, что-то добавить в процессе обслуживания своего аквариума. Потому что, естественно, вы смотрите, где-то что-то увидите, что-то поменялось в вашем взгляде. Что-то вы поняли, что здесь вот не хватает, а здесь наоборот лишнее. Надо это всегда бояться и делать, скажем так. Ну, потихонечку, без фанатизма. Подмена воды. Ох, это прям вещь, ребята. Не знаю, я сам держал аквариум без подмены воды. И видео тоже про это есть. Но мой совет, воду надо менять постоянно. Еженедельно. Как минимум 30%. А в остальном, наслаждайтесь своим аквариумом. Пусть он вам приносит энергию и удовольствие. Любите природу. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok